Дорогие братья и сестры, начинается наш разговор о местах из псалтирия, которые являются одновременно понятными, знакомыми, заученными, но понимаемыми привратно, неправильно и некорректно. Вот тема нашего сегодняшнего разговора одно из мест в псалме 53, который знает каждый выцерковленный православный христианин, потому что читается псалом этот на шестом часе в преддверии литургии. Если вы приходите в храм к началу богослужения, минут за пять, за семь, за десять до начала литургии воскресной, то вы точно слышали неоднократно, а точнее, скажем так, сотни раз вы слышали этот стих и как-то его понимали, да, по-своему, но, как, видимо, выяснится в ходе нашего сегодняшнего разговора, понимали не то, что изначально было написано, да, задумано было автором. И вы тут не виноваты, дорогие друзья, потому что перевод церковно-славянский очень часто является таким хорошим, глубоким, используются очень такие тонкие обороты, хорошие выражения, словосочетания, но иногда он совершенно непрозрачен, он непонятен. Иногда он вообще выражает мысль полностью противоположным образом, чем имеется в виду в оригинальном изначальном тексте. И все, что требуется сделать верующему человеку, обратиться к лекции, обратиться к книге, к комментарии, понять, что же тут такое, имеется в виду. Итак, нас сегодня интересует стих 8, псалма 53. Читаю перевод этого псалма на церковно-славянский язык. Вот конец цитаты. Дальше не развивается эта мысль, это уже окончание псалма, окончание, которое, как правило, бывает в псалмах, такое уже мажорное, радостное. Человек ликует, он доволен тем, что Бог ему помог или скоро поможет вот уже. И поэтому здесь вот излагается нечто позитивное, нечто связанное с благодарностью, да. Ну как понять это выражение «волею пожу тебе»? Ну я думаю, что те, которые люди учились в университете и знакомы с историей русского языка, с разными такими оборотами, с этимологией разных слов, могут догадаться, да. Но вот слово «пожру», начнем с него, «пожру». Многие могут подумать, что есть знакомые однокоренные слова. Ну есть два таких пучка слов однокоренных. Первое слово «однокоренное», нам оно сейчас не очень важно, интересно, слово такое довольно вульгарное «жрать», то есть есть, но тут не это имеется в виду. А другое слово, такой пучок значений слов русского языка, который имеет прямую связь с этим словосочетанием. «Волею пожру тебе». Итак, что имеется в виду? Жрец, жертва, жертвоприношение. Так вот, в славянском языке, в его древнем таком пласте, древней стадии развития, есть такой глагол «жеретье», да. Принести жертву, приносить жертву, это есть жретье или жретье. И поэтому жрец, приносящий жертву, жертва, то, что приносит жрец, жертвенник, то, на чем жрец приносит эту самую жертву. И тогда, конечно же, волею я тебе принесу жертву. Тут такой смысл имеется. И, конечно, глагол еврейский «завах», он никаких других не имеет значения, кроме как кого-то заколоть, да кого-то зарезать и принести жертву своими руками, убив животное Богу. Дальше. Волею. Волею. Что имеется в виду здесь? Тут имеется в виду особый тип жертвоприношения, который практиковался в древнем Израиле. Та жертва, которая необязательна, которая не вызвана ни каким-то грехом, ни каким-то сроком, это не десятина, это не первины, это не жертва за грех, это ничего, да, это просто добровольная жертва. Я по своей воле тебе, Господи, принесу жертву. И, конечно же, тогда тут имеется в виду какой-то обет. Автор псалма, его лирический герой, он как будто бы обещает, да, ты помоги мне, Господи, и я после этого принесу тебе добровольную жертву, да, которая исходит из того, что просто я благодарен, да, я просто рад, я исполнен благодарности тебе, и поэтому все, что могу тебе преподнести в ответ, это сделать, тебе подарить добровольную, добровольно принесенную жертву. Дальше. Ну, дальше более-менее понятно, но хочется тоже прокомментировать ряд очень важных, понимаете, вещей. Воспою твою, исповемся имени твоему, Господи, яко благо. Ну, не очень, да, впрочем, понятно. Что такое исповемся, да, исповемся? Имейте в виду прославить, воспеть, то есть я прославлю, я громко озвучу, я воспою имя твое, да, и вот это особая, конечно же, такая богословская тема в Ветхом Завете, имя Бога, да, ха-шем, шем, шем, очень часто это используется, обозначение заменяющее, замещающее самого Бога, да, и когда мы воспоем имя Бога, то мы воспеваем Бога. Когда мы говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа, мы до сегодняшнего дня, сами не понимая, руководствуемся этой логикой. Если во имя кого-то, то во имя того самого, чье имя мы сейчас озвучиваем. Вот, поэтому, конечно же, здесь имеется в виду какой-то храмовый контекст. В этом храме принесена жертва, и в этом храме жертва обетная, жертва по обету приносится, и в этом же храме поется, озвучивается, прославляется благое имя Бога. Это имя Бога, это тот самый цитрограмматон, четверых букв, которая однажды перестала евреями произноситься, и значение точного этого имени, оно оказалось утерянным. Дорогие братья и сестры, приходя в храм, заранее, не опаздывая к литургии воскресной, и слыша эти слова, волею пожру тебе исповимся имени твоему, Господи, яко благо, будем понимать их корректным образом. Как дано, как перевод нам дается в переводе РБО. Читаю я его. Я принесу тебе жертву, Господи, воспою твое имя благое. Или перевод синодальный, тут гораздо более удачный, как мне кажется. Добровольно принесу я тебе жертву, прославлю имя твое, о Бог, ибо оно благо. Дорогие друзья, читаем Библию, посещаем богослужения, и понимаем псалатир правильно. Партнер нашей лекции портал экзеге.ру. Всего хорошего, с Петербурга, с приветом, не болейте.